С началом весны льготный проезд в общественном транспорте в Твери начал предоставляться по социальной карте жителей Тверской области. Для тех граждан, кто еще не получил такой документ, мы подготовили разъяснительный репортаж, что необходимо сделать, чтобы оформить такую карту, какие документы собрать и куда предоставить. Еще месяц назад граждане, которые имеют льготы, оплачивали проезд привычным бумажным проездным. Но с 1 марта все изменилось, а точнее документ, которым это можно сделать. К привычному для многих единому проездному билету пришла на смену электронная социальная карта жителей Верхневолжья. Для тех, кто еще ею не обзавелся, то сделать это можно совершенно бесплатно в любом офисе Паузбербанк России. Для этого необходимо написать заявление, взять с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В банке совершенно бесплатно заказываете карту социальную для проезда, вам ее через 5 дней выдают и далее ее нужно зарегистрировать. А сделать это можно в любом филиале МФЦ. На сегодняшний день в системе своей карты зарегистрировали уже более 30 тысяч жителей Твери Калининского района. Отметим, что оплата стоимости льготного проезда – это 302 рубля. По карте производится ежемесячно, но в течение месяца предшествующего месяцу предоставления льготного проезда. Оплата стоимости не осуществляется автоматически в случае перечисления указанной суммы на карту, которую предполагается использовать при проезде в общественном транспорте. До этого на социальной карте должны быть соответствующие суммы 302 рубля – это единый проездной для города Твери. Оплатить льготный проезд можно через устройство самообслуживания банка – это банкоматы или платежный терминал – через личный кабинет Сбербанк Онлайн, либо в мобильном приложении Сбербанка. Сейчас льготный проезд действует на всех маршрутах новой модели пассажирских перевозок. Действие карт распространяется также на маршруты МУПТП-1 и на 7 маршрутах коммерческого транспорта под номерами 202, 106, 107, 125, 51, 227 и 223. Для льготного проезда необходимо предъявить карту и документ, подтверждающий право на льготу. В случае, если вы за месяц ни разу не воспользовались картой, то есть не совершили ни одной поездки в общественном транспорте, то вы вправе написать заявление компании-оператору транспорт Верхневолжья о переносе на следующий месяц срока действия социальной карты.